Завтрашнего дня грузовые вагоны будут ездить в Китай с ограничением. Компания КТЖ грузовые перевозки сообщает, правила будут действовать с 1 по 10 декабря. Причина в ужесточении контроля при приеме грузов в КНР из-за пандемии. Казахстанские же бизнесмены полагают, что нововведения продлятся как минимум до нового года. А это приведет к тому, что предприниматели не успеют загрузиться, соответственно подскочат цены на большой спектр товаров. Вагоны с зерновыми простаивают и в Казахстане. Многие составы уже брошены на путях, уточнили Атамикин бизнес в ассоциации зернопереработчиков. Полная картина у Жанны Алпузбаевой. Сейчас на погранпереходе до стыкала Шаньку простаивает 12 тысяч вагонов экспортного товара, сообщили в Казахстан темы Джола. Другими словами, это то, что отечественный бизнес планировал продать Китаю. Сами предприниматели говорят, что многие груженные составы брошены на путях, так как все железнодорожные тупики заняты. Только зернового экспорта около полутора тысяч вагонов. А это один из приоритетных экспортных пунктов. Уже в октябре, в принципе, было видно, что Китай не справляется. То есть количество предложений от грузов в Китай было намного больше, нежели количество того, что могло пройти через программ перехода в Китай. Но логично было бы предположить, что если 15 ноября, значит, китайская сторона уведомила, что будет теперь только 8 грузиться, будем так говорить, поездов, пересекать границу, то надо было бы и с нашей стороны ограничить движение в этом направлении теми же самыми 8 поездами. То есть 8 приняла китайская сторона, 8 мы здесь загрузили. Наши грузоотправители с трудом вырывали эти вагоны только для того, чтобы их загрузить и отправить. Ранее в эфире «Атомикен бизнес» заместитель председателя правления Казахстан-Темыржола Канат Альмагамбетов заявлял, что причина коллапса только по вине Китая, так как в китайском СУАР введена обязательная обработка и дезинфекция контейнеров и вагонов снаружи при прибытии на станции Алашанькоу и Харгуз. С казахстанской же стороны проблем, по словам Альмагамбетова, нет. Извините, что я так говорю, но тем не менее, у нас было направление Китая. Но парализовано же все. Грузы, выходящие из Русултана в направлении Шимкента, 5 дней должны идти, они идут 3 недели и они не дошли. Мало того, их сформировывают по пути, что тоже абсолютно необъяснимо. То есть происходят какие-то странные вещи. Если зерноэкспортерам пока есть, что грузить на экспорт, то в скором времени может добавиться еще одна головная боль – потеря рынка из-за дешевого российского зерна. Естественно, против российского зерна выступают, так скажем, местные фермеры, у которых себестоимость производства зерна намного дороже, чем российская. Это складывается из-за чего? Производительность российских агарьев составляет 20-30 центров на гектар. Наша же, как пока статистика, не более 12-13 центров на гектар. Соответственно, на малый объем затрат больше, чем на больший объем. Поэтому российское дешевле, нежели казахстанское. В Министерстве сельского хозяйства Республики считают, что здесь немаловажна и роль самого бизнеса. В официальном ответе нашему телеканалу говорится, что средние цены на пшеницу третьего класса уже 12 недель составляют 88-89 тысяч тенге за тонну. И если в прошлые годы продукция северного соседа действительно была дешевле, то в этом году Казахстану удалось достичь паритета. В 2019-2020 маркетинговом году цены российской пшеницы, приграничных с Казахстаном регионах России, были значительно ниже казахстанских. Это было обусловлено высоким урожаем в данных регионах России и засухой в некоторых зерносеющих областях Казахстана. Перспективе для удешевления стоимости зерна необходимо как со стороны государства, так и со стороны бизнеса осуществлять системные меры по повышению урожайности и качества производимой продукции. Статистика Федеральной таможенной службы России тем временем говорит, Казахстан вошел в тройку стран, куда северный сосед больше всего экспортирует несырьевую продукцию, в том числе и пшеницу и мяслин. В этом году общие показатели с января по сентябрь увеличились на 2%.